Веселые и находчивые школьники все свои номера посвятили теме «Безопасная дорога детства». Подростки выбрали именно игровую форму для закрепления знаний по правилам дорожного движения. Команде 10-й школы выпала честь открыть мероприятие, что добавило участникам больше ответственности и волнения. Готовились мы к ВНППДД около месяца. Начали готовить сразу после дня учителя. И довольно-таки серьезно отнестись к этому делу. И настроены на победу. Какие впечатления у тебя по своим зрениям? Мы выступали первыми и зритель очень приятно нас удивил своим смехом, своей поддержкой. Они нас поддерживали, видно было их глаза. И мы отдавали тоже им ту любовь, которую подготовили специально для зрителей. В данном конкурсе учащиеся показали приветствие под большим названием «Эх, путь, дорожка, фронтовая». Капитаны команд тоже могли принести свои сборные и дополнительные баллы в песенном конкурсе. Третье музыкальное домашнее задание стало для всех четырех команд самым интересным. Лица Ибашкирской гимназии 10-й и 6-й школы смогли в волю пошутить о такой серьезной теме, как безопасность на дороге. Сегодня проводится городской конкурс ВНППДД среди команд общеобразовательных учреждений совместно с отделом образования «Безопасная дорога детства». Целью данного мероприятия является через агитационные и игровые формы деятельности проведения пропагандистской работы по изучению правил дорожного движения среди учащихся общеобразовательных учреждений. В составе жюри были представители управления образования, учреждения дополнительного образования, директор лагеря «Бригантина», инспектор по пропаганде правил дорожного движения и директор автошколы. КВНППДД идет совместно с управлением ГИБДД и мы совместно в тандеме работаем, управление образованием, поэтому решили, что именно через игровую деятельность КВН по правилам дорожного движения стоит проводить. И тем более этот КВН в этом году посвящен 70-летию Великой Отечественной войне, потому что это значимая дата, и мы попытаемся сегодня это увидеть, к чему ребята приведут. В итоге команда, набравшая наибольшее количество баллов, получит звание победителя и городского этапа, поедет на республиканские игры КВН в Уфу. Зарина Хакимова, Альберт Гарипов, информационная программа «Ежедневник».